Книги Второзакония 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 требований от того, что там есть Бог, который будет тебе что-то там говорить, что-то тебе делать, может наказывать, от людей, которые будут что-то требовать. Нет, ты свободен совершенно. Ты совершенно вольный человек. Без будущего, без прошлого, без настоящего, без спасения, без народа. Вот ты теперь вырвался на свободу, как это в одной песне поется, и от зла, и от добра. Ты совершенно в свободе. Ты чем-то похож на своего отца, о котором говорит Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна. Вот чем-то похож на этого человека-убийцу и человека-ненавистника, который тоже мечтает о свободе и тоже переходит в табу. Вот эта императивная форма проклятия, и она очень интересна. Она, конечно, нас не пугает, но если с раннего возраста ребенку объяснить, что есть очень страшная реальность, реальность оказаться совершенно одному, без Бога, без родных, без людей, ты совершенно отрезанный, предоставленный сам себе, по сути дела отданный врагу, который тоже проклят. И вот эта ситуация, потом ты говоришь, что есть вещь, не все, от того, что ты, скажем, там где-то что-то на окно разбил, нет, ты не проклят. Платить надо, вот да, аккуратнее играть надо в футбол, но это проклятие не будет. Если ты, например, там, скажем, билет не купил, зайцем проехал, это плохо, это грех, но это совсем другое. Это не лишает тебя даже в грехе, не лишает тебя возможности, там, ну, как-то покаяться, там, как-то осознать, примириться с людьми, люди простят, и Бог простит. Но есть вещи, которые нарушать нельзя. Это и есть те самые смертные грехи, о которых Иоанн Богослов говорит, а таких не молись, потому что это люди, совершенно отрезавшие себя, или, как апостол говорит Павел про них, люди с сожженной совестью. С ними ничего уже не может быть. Представляете, как это страшно? Конечно, наше в сущности мышление, сформировавшееся в либеральной среде, оно говорит, да не, не может быть. Но страшный суд покажет, что на самом деле может быть. И апостолы предупреждают об этом, и пророки предупреждают об этом. А книга «Второзаконие» первая, кто сказал о том, что есть вещи, которые навсегда лишают человека возможности надеяться на связь с Богом и с людьми. Эти вещи страшные. И когда понимают, что такое проклятие, но насколько они бытовые. Проклят за словящий отца и мать свою. Ну ладно, это мы еще признаем, что нехорошо, нехорошо. Ну нельзя же так строго, но нехорошо. Или проклят нарушающие межи ближнего своего. Да вы что? Да разве это? Да я всего лишь забор передвинул. Ну да, человек передвинул забор, пришел, купил участок в деревне, смотрит сосед, либо пьяный, либо слабый, либо вообще дом заброшенный. А что пока никого нету? Передвинь заборчик, передвинул. Ну я не на много, метра на два всего, забор новый поставлю. Кто теперь сообразит? В 90-е годы все документы утерялись, и никто не знает, где был забор, кроме Бога. Где была эта межа? Ну а потом у меня все там, вот обычная жизнь, как у всех, собственно говоря, муж, который передвинул забор, постепенно спивается. У жены рак, дети непрекаянные, вот сходит постепенно, кто с ума, кто наркомания, то муж бросил, то ребенок инвалид. Да вы что? Это из-за того, что межу передвинул? Вы что, правда, что ли? Я думал, какие-то там страшные грехи, там что-то, я храм взорвал. Нет, храм взорвать тоже плохо, но такого не будет. Это будет за то, что передвинул межу. Или смеялся над своим пьяным отцом. Или укорял его в глаза о том, что он алкоголик и дурак. Или про мать свою говорил непотребные вещи. Ну правда, она была не очень, так скажем, далеко не Мадонна, но вот можно было за что-то укорить. Нет, нельзя. Табу. Запрещено. Ничего никогда не будет, если ты это сделал, если ты злослые слова говорил про своего отца, или свою мать, и тем более им в глаза. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Всего лишь какое-то хулиганство. Мне довелось в свое время поработать в школе для слепых и слабовидящих детей. Вот мальчик идет, спрашивает у зрячего, куда идти в столовую. Они сидят, хихикают. А ты направо поверни. Он поворачивает, там лестница обрывается. Он спотыкается, падает. Они хохочут. Ну не убил, слава богу. Вот хохочет, он плачет. Они же вырастут. Жениться удачно не смогут. Все у них пойдет наперекосяк. Какие-то страдания, скорби, наркомания, может быть тюрьма, может еще что-то. Неизвестно что, я не знаю что. Но они отчуждены в этот... Да как они? Дети же. Нет. Они совершили запрещенный поступок. Они слепого. Дети? Дети сбивают слепого человека с пути и смеются при этом, как слепой падает и ударяется? Нет. Вы смеете, что ли? Это не дети. Я уж не буду проводить пример, который полно и в истории, и в писании, и в книгах художественных, и в фильмах про подобных людей. И вот Священное Писание говорит, все они прокляты. Потому что не за то, что они сделали даже что-то там ужасное, они всего лишь посмеялись, избили с пути слепого человека. Они придут, кто из них запомнил? Ну, может, один. Один человек, который потом вспомнит о том, что с ним произошло, а все остальные потом придут в церковь и говорят, батюшка, что такое происходит? Я в жизни не видела такую жизнь. Как так? Никто вокруг меня так не страдает, как я. Ребенок весь сгнил изнутри, сгнил. Вот. У него такая болезнь, да, на весь мир, на всю страну. Никто вылечить не может. Грибок внутрь растет. Во всех внутренних органах. Что такое? Что я такого сделала? И человек не может вспомнить, не святые же отцы, священники, они откуда знают, что у человека было в прошлом. Вот. А может, ты спил с пути слепого? Может, ты смеялся над своим отцом, злословил его? Может, ты еще что-то сделал? Вдову какую-нибудь обидел? Над сиротой посмеялся? Упаси Бога. Упаси. И вот, это страшные вещи, которые ребенку нужно рассказать. Ты этого не делай никогда. Упаси тебя Бог это делать. Никогда в жизни даже подумать об этом не смей. И беги от тех людей, которые так делают. Так воспитывали в прежней эпохе. Причем, совсем недавно еще, до второй половины 19 века в России, где-то до начала 19 века во всем мире, а скажем, в некоторых американских штатах, даже до середины 20 века, так воспитывали своих детей. Именно это говорили. Чего категорически нельзя делать, потому что все, что ты будешь делать, потом будет бесполезно. конечно. Конечно, когда на землю пришел Бог, когда Он стал человеком, ту милость, которую Он даровал, она огромна, необыкновенна. И даже такой человек может примириться с Богом во Христе Иисусе. Когда Он придет, перед Ним, перед Его распятием упадет и скажет, согрешил я, согрешил. Но ты же пришел проклятых вернуть в лоно Отца. Верни меня. Я больше так не буду. Я не хочу так больше. Я согрешил, как Иуда. Согрешил, быть может, хуже Иуды. Но прости меня, Сын Человеческий. И, конечно, Бог простит, потому что Он Бог. И Он о всех нас беспокоится, переживает. И всех пришел, как это в сегодняшнем Евангелии было, спасти погибших. Но это если мы придем и покаемся. А чтобы прийти и покаяться, надо знать, что есть поступки, несовместимые с нормальной человеческой жизнью. И потому человек мучается и страдает, чтобы осознать, что вот эта тупиковая жизненная ситуация, невыразимая, невыносимая скорбь, она вызвана какими-то, пусть глупыми, но не совсем невинными преступлениями его юности или детства даже. И надо их осознать. И пусть взрослый хотя бы прочитает эту вот 27 главу. И, быть может, молитвенно. И, быть может, сколыхнется его сердце. И я же это делал. И я же это делал. Точно. Я же помню тогда, как я поставил под ножку инвалиду. Или помню, как я тогда обидел сироту. Вот что. И приди, и покайся. Выплачь и примирись с Богом, который пришел примирить всех отлученных и проклятых со своим отцом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok